Главные спонсоры выпуска — подписчики варпмейка на Бусти. Огромное спасибо! Ульрик — визионер. Он смотрит в будущее. Он мечтает о мире, где волки по праву занимают высокое место в истории кланов и всего человечества. Конал Варт, Хранитель Мудрости Описывать столь грандиозную кампанию, как вторжение кланов, можно по-разному. Однако ни один способ, кроме, пожалуй, скрупулезного перечисления даже самых мелких фактов, не может запечатлеть эту войну во всей ее полноте. Слишком уж всеобъемлющим и сложным был тот период, хоть он и длился менее трех лет. Впрочем, история забывается, а доблесть остается в веках. То, что не способны донести до нас пыльные архивы, поведает биография человека по имени Ульрик Керенский. Рассказ об этом выдающемся воине, политике и полководце станет той сагой, которая поможет увидеть сияние ушедшей эпохи через призму незаурядной личности. Как и положено будущему бойцу, Ульрик родился в одной из искусственных утроп клана Волка. Он здорово опережал сверстников, рано проявив себя в качестве превосходного тактика и пилота меха. Даже тогдашний хан Волков, знаменитый Керлин Вард, обратил внимание на столь перспективного юнца и взял его под персональную опеку. В те дни, а мы сейчас говорим о первой четверти тридцать первого столетия, клана особенно сильно раздирало давнее противоречие. Что делать с народами внутренней сферы? Как возродить Звездную Лигу, величайшее государство человечества, наиболее действенным способом. Наследники Александра Керенского разошлись во мнениях. Одни, так называемые стражи, выступали за более мягкий подход, но другие, крестоносцы, жаждали достигнуть цели путем военной агрессии, а также оккупации и подавления, поскольку считали сфероидов низшими существами, которые недостойны цивилизованного обращения. Наблюдая, как философия кланов-крестоносцев медленно, зато неуклонно привлекает новых сторонников, Керлин Вард понял, большой войны избежать попросту не удастся. Будучи дальновидным человеком, он осознавал, что на пепелище не вырастет ничего хорошего. Взаимные обиды и кровная месть погубят даже наилучшие намерения. Поэтому Вард стремился во что бы то ни стало смягчить будущий конфликт. Это благодаря ему кланы послали во внутреннюю сферу волчьих драгунов под видом наемников. Это он затем приказал драгунам подготовить сфероидов к грядущему вторжению. Историю этих разведчиков из пространства кланов мы немного затронули в первой части видео о вторжении кланов. Но Керлин Вард ни на секунду не переставал продвигать мировоззрение стражей. Ему постоянно требовались новые единомышленники. И опекая очередного птенца, хан Волков привлек на свою сторону не просто юное дарование, а человека, которому было суждено изменить мир. В те дни Ульрик еще не заслужил высокую честь называться кровным именем. Как, впрочем, и его сверстник, Лео из клана Дымчатого Ягуара. Тоже восходящая звезда или на местном наречии Райстар. Когда эти двое впервые встретились на поле брани, каждый из них уже командовал собственным подразделением мехов. Кланы, будучи продуктом и воплощением культуры воинской, постоянно враждовали между собой. Но Лео даже по их меркам проявил себя как упрямый, жестокий и бескомпромиссный командир. В тот день люди Ульрика едва одержали вверх. Дымчатые Ягуары превратили стычку в побоище, оставив волкам всего горстку относительно целых шагателей. В следующий раз два воина встретились на соревновании. Лео, на тот момент уже обладатель кровного имени Шоверс, предложил оппоненту взаимовыгодный союз. Сначала он станет ханом своего клана, а затем приложит все усилия, чтобы Ульрик тоже занял высокий руководящий пост. Но молодой волк, видя, что его собеседник убежденный крестоносец, вежливо отказался. Тот день положил начало их соперничеству, которое переросло в откровенную вражду. Но не стоит думать, будто протеже Керлина Варда, придерживаясь менее конфликтной философии и стражей, лелеял какую-то внутреннюю слабость. Он по праву заслужил репутацию хищника в человечьей шкуре и идеального солдата, способного выжить даже в самых опасных условиях. Ульрик долгое время служил в волчьей галактике Альфа, наиболее именитом подразделении во всей воинской касте кланов. И к тому же прошел его самый опасный ритуал инициаций. Представьте себе обряд волка. Сверхтяжелое, почти невыполнимое испытание. Пятеро бойцов, облаченных лишь в одно нижнее белье, путешествуют в снежные глуши суровой планеты и страна мечты. Из оружия у них только ножи. Им нужно забрать добычу у стаи настоящих свирепых волков, а затем пронести тушу целых сто километров до ближайшей базы. Те, кто преуспел и выжил, получают весьма редкую награду. Титул волчьего родича и право носить на униформе волчью шерсть. Даже в достойнейшем из кланов, члены которого воплощают кровь самого Керенского, на то время было всего полсотни подобных героев. Их воля напоминает стальной канат, а отвага граничит с безрассудством. Как видите, Лео Шоверс нажил себе воистину страшного врага. Ульрик заслужил кровное имя, когда ему исполнилось 30 лет, что по меркам кланов довольно поздно. Он мог бы сделать это и раньше, однако ждал, когда откроется возможность взять себе самую почетную фамилию из всех — Керенский. А уже всего через два года после блестяще пройденных испытаний он добыл себе пост хана клана Волка, став преемником своего покровителя и ментора Керлина Варда. 3029 год, когда Ульрик получил эту должность, ознаменовал собой начало великих перемен. Из внутренней сферы шли тревожные вести. Тамошние великие дома заключали союзы и осваивали утерянные технологии. Ярые крестоносцы находили все больше и больше причин, чтобы проповедовать свое захватническое мировоззрение. И, кажется, баланс сил решительно сдвигался в их сторону. Не планируйте, как победить врага. Но когда, не если, а именно когда враг поступит совершенно неожиданным образом, вот на такой случай у вас должен быть план. Ульрик Керенский Предводитель Волков и лидер кланов Стражей проявил себя как гений высокой политики. На каждый довод идеологических оппонентов у него находился убедительный контраргумент. Он всеми правдами и неправдами сохранял шаткий мир, изобретая новые и новые отговорки, чтобы удерживать крестоносцев от решительных действий. Он выпутывался из даже, казалось, безнадежных ситуаций. Федеративное солнце и лиранское содружество вот-вот объединятся, значит затягиваем процедуру голосования. Ну а там уже подоспели сведения и о четвертой наследной войне. И снова у крестоносцев на руках нет козырей. Или наоборот. Во внутренней сфере разгорелся очередной конфликт. И тогда тем более не надо идти на сфероидов войной. Иначе разрушится даже та жалкая государственность, которая есть у этих убогих, и они не примут возвышенные идеалы Звездной Лиги. Вот так Ульри Керенский водил за нас политических конкурентов целых 20 лет. Что в это время творилось в отчинах великих домов, вы уже знаете из прошлой части. Бесконечная грызня за власть, стычки на границах, а миры переходят из рук в руки. Тем временем, волчьи драгуны меняют хозяев как перчатки и строят свой воинский рай на Аутриче. Хан Волков зарекомендовал себя как лидер, для которого убеждения стоят выше личных амбиций. Однако и его собственный клан тоже не избежал разделения на стражей и крестоносцев. Но Ульрик обращал внимание прежде всего на конкретную, человека. Он не вешал ярлыки. Он не боялся давать второй шанс. Ему доводилось продвигать наверх даже идеологических противников. Но в 3048 году в колоде крестоносцев появился настоящий Джокер. Корабль Комстар под названием «Уходящий свет». Мы уже знаем историю этого судна дальней разведки. Ему не повезло выйти из прыжка у самой Хантрос, мира столицы клана дымчатого Ягуара. Для Лео Шоверса, хана Ягуаров и вечного соперника Ульрика это был поистине подарок судьбы. Накачав пленников химикатами, он выведал у них все о текущем состоянии внутренней сферы, а после заявился на Великий совет кланов с протоколами допроса. Конечно, для пущей драматичности Шоверс подал некоторые факты с выгодной ему стороны. И общая картина вышла весьма тревожной. Сфероиды копили мощь. Они стремительно возвращали себе некогда утерянные технологии, а еще создали огромную армию, вооруженные силы Федеративного Содружества. «Такими темпами, — вещал хан Ягуаров, — союзное государство подомнет под себя владение всех прочих великих домов и создаст собственную Звездную Лигу, оставив кланы у разбитого корыта. И затем уже кланам придется отражать массированное вторжение сфероидов — этих нелепых варваров, прозябающих в разврате. Разве такой судьбы им всем желал великий основатель Керенский? В общем, разыграв карту под названием «Если драки не избежать, то надо бить первым», Шоверс инициировал голосование. По его результатам крестоносцы одержали разгромную победу. На стороне идеологии Стражей остался только клан Волка — одинокий и отвергнутый. Эл-еволюи сражались словно львы. Они умирали молча с зубы, не давая и не прося пощады. Но против них воевал сам Золотой Кишик — командное подразделение галактики Альфа и личная гвардия на уликах Керенского. В других зонах оккупации хватило вспоминное безумие, граничивое с отовенным геноцидом. На этом сомнительном поприще особенно прославились ягуары, отчаявшись подавить сопротивление, быстро собрались и отступили за пределы городской черты. «Победа! Победа!» — отвлекали повстанцы. «Сегодня мы вернулись к СТСу и завтра отвоюем наш мир!» А затем свет солнца заслонила огромная тень. «Внимание! Связь прервана! Обнаружены варп помехи! Автоматическая настройка! Неудачно!» «Для того, чтобы продолжить просмотр, пожалуйста, перейдите на пусть и варп маяка по ссылке на экране и в описании видео! Император хранит!» «Внимание! Связь прервана!» «Внимание! Связь прервана!» «Внимание! Связь прервана!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok